Сегодня я вам расскажу, как можно сделать дорожные знаки. Как такой может на такой трубе, например, знак держаться? Сколько сантиметров в одном масштабном метре получается, в 43-м масштабе? А потом мы устроим мега-конкурс и большой розыгрыш. А тебе я обязательно передам привет. Конечно же, в следующем видео есть ты. Сегодня я вам расскажу, как можно сделать дорожные знаки. Всем здарова! Вы на канале Тойхаус. Здесь лучшие обзоры для кого? Правильно, для самых-самых-самых-при самых лучших людей. Поэтому хочешь вступить в армию лучших людей? Просто подписывайся на канал и обязательно нажми на колокольчик. Тогда не будешь пропускать мои новые видео. И еще подписывайся обязательно на второй канал. Называется он Тойхаус ТВ. Там также выходят интересные ролики. А еще туда я публикую ваши видео с вашими же макетами городов. А потом мы устроим мега-конкурс и большой розыгрыш. Куда отправлять? Все там рассказываю. Поэтому, не знаю, сегодня будет там видео. Не будет, наверное, будет. Стараюсь, в принципе, каждый день туда что-нибудь выкладывать. Поэтому подписывайтесь обязательно. Там ребята строят вот такие вот есть. Реально проекты очень интересные. Сегодня я вам еще расскажу, сколько же... Какая... Как же так вам сказать-то? Сколько сантиметров, давайте... Ну, или миллиметров. Ну, мне проще с сантиметрами. Сколько сантиметров в одном масштабном метре, получается, в 43-м масштабе. То есть, сколько вот у нас метр, да? Метр, например, дороги. Сколько это будет сантиметров, например. В общем, все узнаете, расскажу все более подробно. Запутал вас, да? Итак, для того, чтобы сделать дорожные знаки, нам, в принципе, что нужно? Это сами дорожные знаки. Где их можно взять? Можно взять. Продается, в принципе, правило дорожного движения. Там можно вырезать спокойно знаки. Вот этот вот очень большой знак, я его снял, ну, и как бы поставил. Теперь это как рекламный щит смотрится. Почему? Тоже расскажу чуть позже. Так, нам нужны, значит, дорожные знаки. Либо вы их берете с книжечки этой, с правилами дорожного движения, да? Там, ну, или дорожные знаки есть. Либо можно просто распечатать. Распечатал здесь размер у меня. Есть 10 на 15, а это 13 на 18. То есть, вот этот размер мне более-менее, как бы, больше понравился. Распечатываем. Что нам нужно еще? Ножницы. Нужны нам клей, скотч. И вот такие вот шпажечки. Вот такие вот я использую. Это, ну, продаются деревянные шпажки. В общем, вот такие вот шпажки нужны. Можно использовать зубочистки. Но, ребяточки, зубочистки получаются слишком тонковаты для такого знака. Мне кажется, что все-таки там труба-то такая массивная стоит. Вот если на дороге обратите. А зубочистка будет, ну, тоненькая такая. Как такой может на такой трубе, например, знак держаться? Любой ветер его просто сорвет и все согнет. Вот поэтому, как бы, там трубы массивные. Поэтому я использую вот эти вот зубочистки. Они мне больше всего, ну, ой, зубочистки, шпажки. Они мне больше всего, как бы, нравятся. Погнали! В общем, что мы делаем? Мы, значит, вот эти вот шпажки разрезаем вот на такие вот палочки. Длину можете выбрать уже свою под свой масштаб города. Но обычно знак, примерно, если брать, он должен быть где-то на уровне глаз водителя фуры. Примерно такая высота. Может быть, чуть меньше. В общем, исходите из этого. Я исходил из этого. Дальше мы все это дело красим чем угодно можете покрасить. Хоть из баллончика, хоть гуашью, хоть акриловой краской. Я красил просто гуашью белой. Меня как бы устроило. Вы можете покрасить чем угодно. Можете вообще не красить, но крашеный столб, он как-то лучше смотрится, нежели на деревянном столбе у вас знак висит. Да, как-то нелогично. Следующим этапом вырезаем, вырезаем, в принципе, знак. Можно сначала тот знак, который вам нужен. Например, мне нужен знак СТОшки. Я его сначала обклеил скотчем, а потом уже вырезал. Для чего надо обклеивать скотчем? Более естественно, видите, как-то глянец более и более естественно смотрится. Мне так больше нравится. Вы можете этого не делать. Можете распечатать сразу на фотобумаге. Если вы вырезаете знаки из глянцевого журнала, то, в принципе, можно тоже этого не делать. Я печатал на обычной бумаге, поэтому вот как-то так получается этот знак. Сейчас мы вместе с вами сделаем продолжение этого знака, да, как и что получается. Так, убираю вот это. В принципе, нам не нужно. Смотрите, следующим этапом мы берем такие знаки, какие угодно. Можете распечатывать знаки любые абсолютно. В общем, этот знак уже обклеенный у меня. С этой стороны просто бумага. И тут как бы есть минус. Я как бы не парюсь по этому поводу, потому что я их, может быть, буду переделывать еще. Но вы, если переделывать не планируете, используйте какой-то другой клей, нежели суперклей. Он оставляет следы. Я сделал, в принципе, знаки только-только. Но надо посмотреть, высохнет клей или останется так. Если он останется так, вот я вам сейчас покажу, вот с такими подтеками, то, конечно, это не очень. Если он высохнет, то будет нормально смотреться. С другой стороны, знаки на дороге, они абсолютно нечистые. Они запыленные какие-то, грязные. И если вы планируете этот знак, что-то с ним делать, запылять, либо еще что-то, то тогда пойдет вам такая испачканность, как бы вам, ну, подойдет. Следующий этап. В общем, показываю наглядно капельку суперклея. Ну, говорю, лучше можно, может быть, использовать лучше клей-пистолет. Либо использовать, может быть, бумажный клей. Знаете, может он приклеится, фиг его знает. Можно использовать... Да любой клей попробуйте, другой использовать. Я пока вот таким методом делаю. Если, как бы, меня не устроит, я, конечно, спокойно переделываю. Чуть-чуть ждем подсыхать. И потом вот так вот ровненько стараемся приложить. Ровненько-прировненько. Не видного. Вот так вот ровненько. Крайшик. То есть не весь знак... Мало намазался что-то. А вот. Вот так вот держим. И вот. Вот здесь, видите, здесь подтека не осталось. На этом знаке повезло. Это у нас, значит, знак с ЭТОшки. И вот какие знаки, смотрите, у меня получается. Вот такой вот обгон запрещен. И 50 скорость. Есть у нас знак ДПС. Конечно же, знак у нас есть. Заправка. Есть у нас знак мойка. Вот видите, такой же, но он в разы больше. Сейчас я вам расскажу по масштабу. Там очень интересно. Просто, как бы, чтобы вы знали, понимали масштаб вообще, что вы строите. Будете тогда понимать. Так. И стоянка запрещена. Пока некуда. Вот этот знак мне ставить. В принципе, вот этот тоже особо не знаю, куда ставить. Вот этот. Есть уже место. Есть место для этого знака. И есть место для этого знака. Вот куда вот эти знаки пока расположить, не знаю. Может быть, с другой стороны дороги расположу. Расположу. Посмотрим. Подумаю. Вот, в принципе, смотрите, дальше-то что делаем. Давайте сразу вам покажу. Вот здесь, на наглядном примере, чтобы вы видели. Берем знак. Дорожный знак. Заправка. Знаете, некоторые есть знаки, где 800 метров, там еще 100 метров. Не берите такие знаки, потому что лучше вот взять такой. Ну, если вы знаете расстояние конкретное до заправки своей в масштабе, то тогда можете брать с метражом. И вот так вот. Здесь я дырочку уже сделал. Дырочку можно опять-таки делать вот таким вот острым краем, если у вас есть. У меня, видите, здесь тупой. Я сначала дырочку сделал, а потом вот так вот я вставляю. Все. Он стоит. Никуда не девается. Смотрите, сейчас если подгоним, мы вот так вот сзади шишигу. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть больше кабины. Если брать фуру, то как раз фури на уровне глаз получается водителя. Вот так вот, в принципе, со знаками все просто. Ничего сложного нету. Это, мне кажется, самый такой элемент, который можно сделать в городе. И давайте расскажу вам сейчас по масштабу. Очень интересная тема сейчас. Я, в общем-то, задался вопросом. Сколько сантиметров получается... Ну, сколько сантиметров будет один метр в 43-м масштабе? Нашел даже целые таблички есть. Я вот сейчас вам попробую приложить вот сюда. Вот, можете посмотреть. И нашел 43-й масштаб. Если кто знающий и знает более точный ответ, вы мне напишите, вдруг я ошибаюсь. Потому что я нашел вот такую табличку. Может быть, она уже оспорена, да, кем-то другим. Итак, в одном метре у нас в масштабе получается 2 сантиметра 3 миллиметра. Ну, там все в миллиметрах. Вот, в общем, 2 сантиметра и 3 миллиметра. Вот так вот. Получается, ну, грубо говоря, вот так вот. Это 1 метр в 43-м масштабе. И смотрите, я померил вот эти ворота. Почему я задался? Думаю, наверное, здорово, сделал я мойку. И ворота здесь написано 4,20. Я, в общем, померил, представляете, высоту. И у меня там все сошлось. Я так обрадовался, думаю. Делал на глаз, а у меня все получилось. То есть, эта мойка реально получилась в 43-м масштабе. И дальше я задался вопросом, какой же у меня масштаб города? Вот этой дороги, которую мы сейчас знак поставили. И в итоге, вот у меня, получается, 2 листа пенопласта здесь лежит. Они по 2, по-моему, по 2 с чем-то. А, или по 1,5. В общем, в итоге, смысл я не помню. В итоге у меня получилось, я построил всего лишь город в районе 100 метров. Представляете? Это вообще кусок города, можно сказать. То есть, у меня расстояние очень-очень маленькое, по сути. Для наглядности вам могу сказать, что 23 сантиметра 3 миллиметра, или 2 миллиметра, там, получается, так, что ли. Ну, пусть 23, да? 23 сантиметра – это 10 метров в 43-м масштабе. Вот и думайте. В общем, вот так вот. Вот это 10 метров. Вот, смотрите, здесь есть, если посмотреть, вот от заправки и до фуры, ну, примерно метров, ну, 10, и еще где-то, ну, метров, получается, 15. Вот расстояние. Где-то, ну, 20, может, максимум. Так что, очень интересно это считать, обсчитывать. Если вам интересно, вот реально посчитайте, какие, если кто строит города, посчитайте, какие у вас вот масштабы получаются. Потому что реально можно так построить, а в итоге, в итоге что? Я вот этот знак поставил, потом его посмотрел, думаю, а сколько что у меня интересно это? Сантиметров. Вот если брать 2 сантиметра 3 миллиметра, это будет метр. То есть этот знак, грубо говоря, ну, почти полтора, наверное, метра. Представляете, какой огромный просто знак. Таких знаков реально не бывает. Поэтому пришлось его снять и просто поставить как рекламу. Я думаю, так он смотрится лучше. Как это делал, ты спросишь. Вот, просто скрепочку приклеили, и стоит оно все. Вот, в общем-то, таким вот образом все сделано. В общем, надеюсь, что вам видео это было полезным. Вы для себя почерпнули что-то нужное. Задавайте свои вопросы в комментариях. Пишите тоже свои мнения по данному поводу. Кстати, человечков я тоже померил. Тоже давайте вот с вами вместе просто померим. Реально. Ну, потому что интересно. На самом деле совпадает или нет? Вот, смотрите, берем человечка. Берем человечка, и он у нас получается в районе, да, 4 с чем-то. Ну, 4,5. Вот. В 2 см, 3 мм у нас метр. То есть, вот этот человечек где-то, ну, метр 70. Метр 75. Вот так вот где-то получается примерно. То есть, все сходится. Вот, видите, и знак я сказал, да, полтора. Вот он с ним, видите, чуть выше его на голову. Так что вот так вот. Очень интересная, оказывается, тематика. Если в ней разбираться. Я, конечно, прям не четко все измерял, да, так, ну, так можно сказать, на глаз. Но теперь зато я с уверенностью могу уже сказать, что к чему. В общем, понравился видос, ребяточки, то с вас лайкос. С меня видос. И с меня же сейчас вам передам обязательно приветики. Все время забывай про приветы. Вот иногда заговорюсь, в общем, и забываю. Итак, привета у нас сегодня получает Наполеон Бонапар. Да, вот такой вот интересный ник. Кирилл Рукобер. Дом Короче Говоря. Бравл Старс. Автором 72. И Адиль. Адильда Сатыбалов. В общем, вам приветики. А тебе я обязательно передам привет. Конечно же, в следующем видео, если ты напишешь хороший, положительный и добрый комментарий. В общем, понравился видос. С вас лайкос. С меня следующий видос. Всем короче. До свидос.